здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие женщины сегодня мы говорим о вас я знаю что на моем канале большинство зрителей это женщины и поэтому я думаю если я обращусь сегодня к женщинам это будет наверное правильно как вы женщины можете изменить нашу жизнь вообще как вы можете жить сделать жизнь в россии лучше вот мы вчера с наташей ходили в магазин за стиральными средствами вот наташа давно уже выбрала для себя при всей ее любви к нашей стране она выбрала вот такое японское средство вот это гель и я думаю вы тоже стираете таким гелем или подобным гелем вот именно японского производителя наташа вот вчера говорит что несмотря на всю ее любовь к россии она пошла купила это средство и таким образом поддержала японского производителя почему а потому что япония все-таки эта страна не только восходящего солнца но и какой-то такой очень тонкой философии отношение к жизни к природе к окружающей среде у японцев абсолютно другое вот они давно поняли что нужно дорожить той землей на которой мы все с вами живем каждый на своей но в целом нужно беречь вообще всю нашу планету и они давно уже в своем сознании достигли такого уровня что какую-то гадость лить на в нашу землю даже в канализацию это неправильно и и вот такое средство оно состоит только из растительных компонентов оно прекрасно очищает нашу одежду вот когда она проходит стирку не вредит природе когда все это возвращается как говорится в канализацию но и экономично потому что расходуется оно небольшими так скажем порциями там по моему колпачок или пол колпачка вот тут вот кстати есть и указано есть перевод что и как поэтому и не воняет как вот наши вот эти вот порошки типа там не буду их называть но очень вонючие не каждый это терпит это средство практически без запаха вот хотя тут и что-то и нарисованы розы но это такой тонкий аромат а восток дело тонкое понимаете не как у нас как шибанет розы тебе в нос и там лимоном каким-нибудь да ну это вообще просто хоть стой хоть падай вот магазин этот называется японский базар расположен он здесь недалеко от нас в алексеевке улица лазурная 24 нам еще дали даже подарок вот такие салфетки вот было очень так приятно получить вот еще и дополнительно небольшой такой подарочек ну а цене я не говорю цены на японские средства они достаточно дорогие и наташа раньше брала в гипермаркете магнит эти средства ну вот такое еще есть по-другому оформлено это вот все-таки розовое такое розы вот но там сейчас даже по скидкам эти цены уже вот как-то для нашей семьи недоступны а вот в этом магазине они вполне еще доступны и для нас тоже а то средство которое наташа брала в гипермаркете магнит ну вот продавец пообещала сделать заказ и возможно оно придет в этот магазин и будет тоже доступно ну и так как я вообще люблю поговорить особенно с женщинами то вот как бы про бытовую химию это уже разговор закончен а теперь поговорим вообще как женщины то могут еще менять нашу Россию понимаете вот сейчас вот ходишь по Анапе и видишь вот это вот несовершенство да благоустройство которое нас окружает которое вот буквально под ногами вот вчера идем по Анапскому шоссе да а там вот эти вот все дома которые с левой стороны если идти в сторону Анапской они ну новые такие там очень много магазинов вот там же магазин пирамида который вы тоже знаете ну и там много всяких магазинов но до того сделано все против человека и против женщины вот вчера мы идем и видим какой-то магазин две женщины ну видно молодая мама с ребенком ребенок у нее ну наверное годика три вот и ее ну видимо мама вот этой женщины и они пялят коляску по крутым ступенькам ну куда-то там какой-то магазин и вот Наташа мне говорит посмотри почему у нас в стране в России людей-то так не любят ну смотри вот они тащат эту коляску вдвоем а ребенок в это время маленький он же ну как бы в этой коляске тяжело с ребенком то вообще коляску тащить а ребенок в это время куда-то там побежал там рядом дорога там рядом спуск значит в цоколь очень крутая лестница еще какие-то там магазины этот ребенок вот пока они эту коляску туда тащили ребенок ну подвергался опасности он мог упасть с этой высоты высоких ступенек туда вниз уже вот и это вот буквально как идешь везде почему у нас в России когда делают строят новые дома обязательно нужно делать так чтобы вход был где-то там на какой-то высоте метровой двухметровой иногда вот здесь вот у нас допустим на Шевченко 288 где МФЦ это же ужас просто вот почему не делать вровень с тротуаром вход не надо идти тогда будет городить пандусы вот и это вот везде так же идешь вот тротуары у нас безобразные в Анапе просто вот безобразные тротуары они да есть широкие они выложены плиточкой но ходить по ним просто невозможно и вот я опять же обращаюсь к женщинам которые к пожилым женщинам которые идут с рынка и везут за собой тележку с какими-то покупками или или мамы которые везут коляску с ребенком ну вот вы ходите по этим улицам и вы это чувствуете и видите и знаете что это так не должно быть это просто и застройщики и городская власть и коммунальщики они все плюют вам прямо в лицо потому что вы эту коляску постоянно тягаете на какие-то ступеньки у нас нету вот этих вот у нас вообще тротуары вот такие вот 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 идет тротуар потом пах этот бордюр тут выезд допустим из двора для машины все ровненько понимаете вот для машин вот для автомобилистов их считают людьми наверное высшего высшего сорта а вот мам с ребенком с коляской пожилых людей и вообще просто граждан пешеходов их считают за какое-то быдло они могут вот так вот прыгать коляските тащить вверх по ступенькам постоянно ребенка трясти вот все должно быть цивилизованно как это делается в других странах понимаете то есть тротуар он должен быть тротуаром он должен идти гладенький ровненький без всяких уступов без всяких подъемов спусков он должен просто идти и все вдоль дороги да по дороге ходят автомобили тротуар это по закону у нас значит такая дорожка для пешеходов примыкающая к проезжей части иногда она отделяется газоном там еще чем-то заборщикам которые кстати тоже глупо вот это вот заборы везде городят по всей России вот посмотрите сейчас на свои пешеходные переходы их же вот просто испоганили вида никакого вот в Анапе этих тоже нагородили заборов вот еще самое интересное их кратят из пульвизатора и бывает и бывает еще и в дождь вот это вообще конечно я думаю ну кто-то делает видимо на этом деньги вот на этой краске на этих заборах на железяках причем ну забор это так фрагмент какой-то стоит для чего он стоит чтобы люди не ходили не бегали опять же вот вчера мы идем с Наташей по Анапскому шоссе вот дорога оживленная четырехполосная две полосы в одну две в другую стороны женщина старенькая со скандинавскими палками переходит дорогу от восточного рынка вот на другую сторону а почему она там переходит почему она нарушает правила да потому что опять же к ней бесчеловечно относятся и гаишники и дорожники и вообще городская власть кто за этим следит пешеходный переход один от другого ну наверное на километр расположен один вот возле Шевченко пешеходный переход а второй аж у гипермаркета и все и никак ты больше не перейдешь на другую сторону как в анекдоте про Париж один парижанин другого увидел на другой стороне и кричит месье как вы перешли эту дорогу а тот ему отвечает все очень просто я родился на этой стороне понимаешь вот вот такая ерунда вот такая беда вот вот поэтому заботу должны проявлять власти у нас о народе у женщинах маленькими детьми говорят рожайте 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 чтобы они когда вы это сделаете господа чиновники вот тогда женщины и будут рожать вам ну не вам конечно но для страны все таки люди действительно нужны вымирают россии это вымирают русские вот так вот и благоустройство наших городов это тоже вот такое вот условие для того чтобы женщины рожали вот а уж для автомобилей которые со дворов выезжают им как раз нужно сделать препятствие потому что тротуар он должен быть тротуаром он должен идти и прерываться только на перекрестках но не там где выезд из дворов ни хрена господа водителей которые привыкли свою задницу водить подождете потому что пешеходная зона это тротуар и человек должен идти и не думать не смотреть по сторонам чтобы случайно на кого-то не наехать вот вы езжаете из двора приостановитесь пропустите человека идущего по тротуару который должен быть тротуаром переесть этот тротуар он должен еще быть приподнят чтобы с этого двора не с разгона выезжали сбивая людей а потихонечку а потом выезжайте на дорогу уже на вашу территорию и есть на все четыре стороны понятно вот кто сейчас меня смотрят чиновники может быть случайно какой-нибудь там чиновник включил youtube и сейчас смотрит вот на меня так вот вы чиновники тоже думайте о народе и запомните что народ действительно глубинный русский народ он все терпит но придет время они вам припомнят эти свои муки как говорится на все вот эти вот припомнят вот так вот чтобы до этого не дошло относитесь к людям по-человечески женщинам я желаю всего доброго здоровья быть красивыми радовать нас мужчин и вообще вы украшение нашей планеты ставьте лайки подписывайтесь на мой канал распространяйте мое видео смотрите видео блогера Ильи Варламова которые я вот сейчас сюда помещаю сюда подписывайтесь на мой канал на желтенькую солнышко жмите ставьте еще нажимайте на колокольчик чтобы получать повещения о новых видео всего вам доброго до свидания до свидания до свидания до свидания